Это видео сняли харьковские альпинисты, среди них и Александр Сгода. Еще восемь лет назад спортсмен об альпинизме представления не имел. Свою первую экспедицию на Эльбрус помнит по сей день. Одна мысль после прихода с горыска, что я больше в город никогда не пойду. Это такая мысль была. Ну а теперь я в год хожу по несколько раз. В этом году альпинист попытался покорить вершину Меропик, одну из самых высоких гор в Непале. На высоту более 6000 метров он поднялся впервые. Признается, первые дни было особо тяжело. Тогда организм еще не успел привыкнуть к высоте и сильным морозам. В горах оно там все как-то по-другому. Там недостаток кезорода, замедляется мышление, какие-то видения идут, что-то думаются. Нужно было постоянно заботиться о своих руках, ногах, чтобы не отморозить, делать специальные упражнения двигательные, разгонять кровь. Вместе с остальными спортсменами добраться до вершины Александр так и не смог. Спортсмен получил обморожение пальцев. Альпинисту пришлось возвращаться вниз, когда до финиша оставалось всего лишь 70 метров. Я просто очень сильно замерз. Я уже ног не чувствовал и начало остывать тело. Чуть-чуть не рассчитался с одеждой. Чуть-чуть ботинки местобоватые оказались. Не для той температуры, которая там была. Я и так считаю, что я выполнил свою задачу. Высоту я видел на уровне своего взгляда. Для этого мне достаточно. Вершину мера пик харьковские альпинисты покоряли около недели. Ежедневно по 6 часов преодолевали километры. Из снаряжения использовали лишь палки и кошек. Металлические приспособления, которые крепятся на обувь. Ночевали в палатках и лоджиях. Это такие сколоченные из досок домики, которые просвечиваются и продуваются. Поэтому спать было, честно говоря, теплее в палатке, чем в этих лоджиях. Покорить вершину мера пик решили в память Игоря Свергуна. Альпинист погиб в Пакистане этим летом, когда там расстреляли лагерь спортсменов. В прошлом году он возглавил экспедицию на эту вершину.